С какого возраста детей могут принимать в школу и какие документы нужно предъявить инспектору ГИБДД в первую очередь? Ответы на эти вопросы должен знать не только опытный юрист, но и любой другой гражданин. Так считают организаторы Всероссийского правового диктанта, который сегодня прошел впервые и в нашем городе. Проверяли свои знания студенты Набережно-Челнинского филиала Казанского инновационного университета. Правовой диктант пишут около 100 студентов юридического факультета и по словам организаторов эти задания помогут им узнать свой портрет правовой грамотности. Для этого им нужно ответить на 50 вопросов в виде теста на различные темы. Например, знали ли вы, что покупать бахилы в медучреждениях вовсе не обязательно. Поликлиники и больницы должны их выдавать бесплатно, а в случае отсутствия таковых посетители имеют право пройти в своей обуви. По статистике всего лишь 26% людей знают свои права в России и знают, как их отстаивать. А обращались к юристам вообще минимальное количество. Поэтому, чтобы люди понимали, что у них есть права, чтобы люди понимали, что свои права можно отстаивать в любой ситуации. Также в диктанте вопросы о правах наследства, алиментах, банкротстве и многие другие. Причем в некоторых из них будущие юристы обнаружили неточности. По поводу алиментов на детей был вопрос, что сколько должны выплачивать, а непосредственно был вопрос. Там же зависит от того, сколько детей вообще в семье. На это, конечно, мы все затруднили, все обсуждали этот вопрос. В общем-то, все вопросы с курса, которые мы все проходим, есть, конечно, были затруднения в ответе. Например, таких вопросов, как защита прав потребителей. Результаты работы студентам в течение 10 дней отправят по почте. Один из организаторов диктанта, Европейская юридическая служба, подарила его участникам по одной бесплатной консультации, отметив, что правовые знания сегодня необходимы также, как аптечка в доме. Ландыш Капранова, Дмитрий Кравченко, РНТВ, Набережные Челмы.